В июне месяце все шесть партий встретились за круглым столом, но ни к какому компромиссу прийти не смогли. Если другие парламентские партии твердо отстаивают своих избранных или назначенных кандидатов, то партия «Реформ» представила трех кандидатов Калласа, Кальюрант и Паэта. Кандидат президента от центристской партии Майлис Репс считает, что такой своей игрой в несколько кандидатов партия «Реформ» затягивает тупиковое положение в политике. Конечно, это не был выбор, который остальные согласились, потому что мы все хотели найти какой-то компромисс, начинать какой-то разговор, какие там цели, что мы все вместе хотели видеть, что делает у нас главный человек в следующие пять лет и так далее. И мы согласились, что встречи начинают или продолжают только после выбора реформистов. И сейчас они сказали, что 3 августа они выбирают свой кандидат, и тогда мы можем продолжать этот круглый стол. Марина показывала, что премьер-министры и другие министры, и Рози Манузи, и основные, которые реформисты сейчас власти, они, конечно, очень сильно хотят, чтобы президентом была Марина Кальюрант, и они, по-моему, уже видно, хотят, что эти выборы пошли в поле. Это начинается так, в Алиям-Мастер-Гогу, где, как вы сказали, есть и члены Риги-Гогу, и каждый человек выбрано из самоуправления. Это уже такой компромиссный проект, потому что там невозможно сказать, что партийные линии работают, там люди очень разные, люди, которые работают не каждый день как политики, а не там, и листинства хозяйственные. Они люди из школ, из разных областей в жизни, и там уже возможности не только Кальюрант, там возможности для людей, которые сейчас не имеют возможности найти эти 21 голосов, чтобы был реальный кандидат в Риги-Гогу. Ну, что я могу сказать, как кандидаты из Центринского партии, у нас, конечно, есть возможность найти компромисс, если мы все шесть партий хотели, и мы можем найти, конечно, возможность выбирать президента в Риге-Гогу. Но мы хотели, чтобы там были разговоры серьезные, без пакетов, такие вещи, которые мы не согласимся. Сейчас административная реформа пойдет, самоуправление спрашивает свой бюджет, свою независимость. И есть остальные вопросы, которые мы, соответственно, хотели получить ответы. В свою очередь, Майли Срепс не намерена отказываться от участия в президентской кампании. Ее предвыборная кампания продолжается, и она, соответственно, продолжит визиты в регионы. Она поставила своей целью в ходе предвыборной кампании побывать во всех местных самоуправлениях. Ида Вирума, кандидат в президенты от Центрической партии, посетит через три недели.